Следующий класс, это NB, который как раз и будет в фокусе нашего внимания. Его можно отглядеть по-разному, но можно сказать, что это класс задач, для которых есть переборное решение. Класс задач, имеющих переборное решение. Это означает, что есть некоторый алгоритм полиномиа, который умеет проверять, верифицировать, правильное решение или нет. Значит, вот есть верификатор, который получает x, y, и он, так можно сказать так, что выдавить единицу. Значит, если y верное доказательство, ну, какого-то фактора S, значит, верное доказательство того, что x на них живет. Значит, f, 0, соответственно, не иначе. И требуется следующее, чтобы, значит, вот A лежит в NB, если существует вот такое полиномиальное вычисление V, причем полиномиальный он от прям динамика X. Существует полиномиальное вычисление V, значит, такое, что x лежит в A тогда и только тогда, когда существует такой y, что V от xy равняется единице. То есть, если на самом деле это видно, что x принесли в A, то это должно быть возможно доказать. Если на самом деле неверно, что x принесли в A, то никакого доказательства, которое прошло проверку, не должно быть. Вот, значит, ну вот тут есть два варианта. Значит, можно сказать, что вот это вот полином от длины x. И это автоматически означает, что слишком единые Y не будут подходить, потому что, ну, например, он работает за M в квадрате, а M в динамика X. Тогда если Y в длиннее, чем R в квадрате, тогда этот варианта просто не успеет почесть Y. Ну, потому что время чтения тоже учитывается. Да, значит, тут предполагается, что тут как бы читается по данному символу патриарх. Да, то есть нет того, что называется произвольный доступ. Значит, произвольный доступ, это если бы можно было сначала вычислить как бы адрес, индекс какие-то Y и сразу его прочесть. Вот такого здесь не предполагается. Предполагается, что... Читаем перфоленту. Да, чтобы прочесть тысячный вид Y, нужно сначала прочесть 1-й 999. Вот, так, тогда это работает. Тогда, если Y слишком длинный, то дальние биты просто программу не успеют прочесть, они на что-нибудь повлияют, а тогда и более короткий Y бы тоже подошел, если какой-то Y подходит. Либо можно сказать, что просто Y тоже каким-то поленомом ограничен. Тогда не тихо говорить, им нужно при производстве доступа, про что это. А просто есть некоторый поленом. Ну, а есть верификатор, учтимый за поленом, и есть длина, которая тоже поленом, что вот этот существует Y такой длинный. Так, ну вот, значит, такие примеры. На самом деле, как раз в теме вот этих верификаторов удобно говорить про примеры. То есть, в целом, вопрос такой, типичный вопрос в классе NB такой. Есть некоторое количество условий, которые нужно выполнить. И вопрос выполнен, были ли все эти условия однопримерны. Вот, нет, несколько примеров. Ну, например, есть раскраска, задача раскраски стрит цвета. Есть граф, вопрос можно и держит, раскрасить цвет так, чтобы соседние были страшно разным цветом. Вот, есть, значит, для мельтонов путь или цикл. И тут тоже, а тут всего четыре варианта. Путь или цикл и ориентированным или неориентированным график. Соответственно, значит, для мельтонов путь, это такой путь, который проходит по одному разу через каждую вершину. Значит, цикл это означает, что он потом еще сам на себя замыкается. Ну, а если ориентированный график, это означает, что на всех ребрах стоят стрелочки, и пульс должен по стрелочкам ходить. Ну, некоторые ребят у сторонников, хоть по ним можно и туда, и обратно. Ну, в общем, направление цикла согласовано с направлением стрелочек. Вот, есть, значит, задача о клике для полного подграфика. Это тоже как-то задача про графа. Так, граф неориентированный. Вопрос, есть ли в нем к вершин, которые все друг с другом соединены. Это я давайте прям запишу, чтобы было понятно, что это, пусть важен не только граф, но и вот это число. Значит, это множество пар из графа и числа, что в графе ЖР существует полный подграф на камерше. Вот, ну, чтобы был пример какой-нибудь не про графа, ну, например, есть задача снова о простом числе, а именно о том, что число составное. Да, вот, что можно заболеваемое время проверить, это так сложно, а вот то, что можно быстро доказать число составное, это понятно. Потому что нужно просто предъявить, какое-то его заложение на множитель должно быть непростым. Да, потому что потом обратно перемножить и проверить, чтобы получилось то, что было, легко. Вот, или бывают разные комбинаторные задачи, не связанные с графами, а, например, есть такая задача о рюкзаке. Задача о рюкзаке. Ну, вот этот вариант еще называется sub-sex-sub. Значит, тут у нас дано некоторое количество чисел натуральных. Значит, n1 и так далее, nк, t и еще большое число, n, значит, n большой. Вот, и спрашивается, можно ли набрать вот это вот n большое, как сумма каких-то из вот этих n без повторов. Ну, то есть, n равняется, это n1 плюс n2 плюс и так далее, плюс n1, ну и тут, соответственно, и 1, строго меньше, чем n2 и так далее, строго меньше, чем. Вот это называется еще рюкзаке, потому что тут можно сказать такую историю, что у вас есть рюкзак большой размером, например, большую, и есть отдельные грузы на пакеты, которые вот n1, n2 и так далее, и вопрос, можно ли этот рюкзак замолчить пакетами так, чтобы лишнего места не осталось. Ну, то есть, если вы абсолютно жадный. Ну, да, то есть, тут как бы больше, значит, больше, чем они просто не близят, а хочется внести как можно больше. Есть разные другие вариации, значит, эта задача хороша теоретически, но на практике не очень нравится, зачем. Значит, более практическая задача называется napsack, и она вообще не просто, раз это сложное, то это тем более сложное. napsack, отцепляющий, у каждой вещи есть два параметра, вес и ценность. И нужно, чтобы суммарный вес не привыкли к вот этому пределу, иначе рюкзак порвется. А суммарная ценность была как можно больше. Это вот такая задача оптимизации, так как как можно больше там утащить. И сложно боязнь, да, или еще что-нибудь. Вот.